Все, я вертолеты как-то не особо боюсь. Однажды попал в ситуацию, лет 20-го назад, с тех пор у меня такое предупреждение, что вертолетом самолет... Я сейчас сижу, у меня до сих пор... Но тем не менее, спасибо вам большое, Елена Владимировна, Андрей Слеснович, что, несмотря на такие сложности, связанные с логистикой, вы приехали к нам, мы искренне рады вас видеть. Мы ценим то внимание, которое Газпром и все структуры Газпрома оказывают в нашем регионе. Несмотря на то, что я сразу буду начну с дел, мы не являемся, скажем так, отпускниками в целом по Российской Федерации. У нас есть над чем работать, и очень много серьезных проблем. Владимир Юрьевич их знает наиболее досконально, Сергей Андреевич присутствующий здесь тоже. Мы, помнится, год тому назад с Кириллом Геннадьевичем говорили, и он тоже отмечал эти проблемы. Но единственное, что хотел бы отметить, и что, кстати, разделяет тот же Кирилл Геннадьевич, однажды мы беседовали на эту тему и с Алексеем Борисовичем, ну, года два тому назад, даже больше. К сожалению, вот те проблемы, которые есть на сегодняшний день, они имеют тяну историю. Корни уходят глубоко в прошлое. Я ничуть не оправдываю нынешнее положение и дел именно этими корнями, потому как пять лет тому назад, когда наша команда приступила к работе в регионе, мы понимали, что, соглашаясь на это, мы берем и разделяем на себя всю ответственность, та, которая была. Все наши посильные потуги, скажем так, которые мы делаем сегодня в республике, ну, иногда нам удается что-то, иногда нет. Но, поверьте, мы делаем это изо всех сил. И вопросы, связанные с расчетами, в первую очередь, они у нас ставят на повязке дня. Скажу откровенно, некоторые из глав районных муниципальных образований, да и руководители некоторых бюджетных учреждений, понимают, что рабочие совещания будут начинаться именно с этого вопроса. Но, еще раз повторюсь, это ни в коей мере, конечно, не снимает с нас ответственности. Слишком уж тяжелое время долгов, которые, как вот, вери и тянет нас в прошлое. Некоторое время тому назад мы продумывали с руководством компании «Газпром» возможности уменьшить эту тяжесть, которая даст нам, ну, если не вдохнуть, то, по крайней мере, хотя бы или на нее какую-то передышку. Один из вариантов это был предложить руководителям рассмотреть возможность взаимозачетов между регионом и «Газпромом» за счет этих сетей. Мы работали, если не ошибаюсь, около года, может быть, даже больше, на эту тему. Проходили разные этапы согласования. Иногда это срывалось за счет того, что, ну, я вот будто совсем откровенно говорить, давайте попросим нашего. Продолжение следует...